Правительственная делегация Приморского края, которую возглавил губернатор Олег Кожемяка, прибыла в Харбин. Первая рабочая встреча состоялась с руководством народного правительства провинции Хэйлудзян. В качестве одного из самых важных направлений работы Олег Кожемяк обозначил модернизацию автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на границе двух государств. Губернатор Приморья также подчеркнул, что очень важно, как можно сказать, возобновить действия межправительственного соглашения о безвизовом обмене тургруппами между Россией и Китаем и попросил коллег из провинции Хэйлудзян на своем уровне содействовать решению вопроса. Конечно, необходимо здесь налаживать безвизовые туристические обмены, чтобы нашим людям было проще ездить друг к другу. Я думаю, это способствовало бы укреплению экономики и культурных и дружественных связей. По словам главы края, наступило время для тесных контактов в связи со снятием ограничений из-за пандемии, чтобы инвесторы с китайской стороны могли рассматривать возможности организации на территории Приморья современных производств по переработке сельхозпродукции сои-риса. Мы готовы также рассматривать совместные предприятия по переработке глубокой леса, пиломатериалов, то есть и для строительства в том числе, как вы отметили, возможности создания и отправки грузов по сухопутным морскому пути. Также во время встречи стороны договорились о более активном обмене бизнес-миссиями. Уже в апреле должна состояться встреча губернаторов Приморского края и провинции Хэйлунзян, где главы регионов уже более детально и предметно обсудят обозначенные в ходе текущей встречи вопросы. Кроме того, стороны договорились об участии делегации Приморского края в 32-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке, которая должна состояться в июне текущего года. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.